Бурятия совсем скоро отметит свой вековой юбилей. Не оценим вклад в развитие нашей республики в высшие образовательные школы, которой в 2022 году исполнилось 90 лет. Первое предложение о создании национального университета было озвучено еще на Общебурятском съезде в 1922 году. Представляете, 100 лет назад уже задумывались о создании не просто учебного заведения, а целого классического университета, по сути дела. Поэтому вот такой временной лаг в 100 лет, с июня 2022 года и 30 сентября этого года мы празднуем юбилейные мероприятия уже в созданном, действующем Общебурятском государственном университете. Признать работу по развертыванию Агропединститута неотложно боевой и включить в категорию первоочередных мероприятий. Такое постановление Наркомпроса Бурятмонгольской ССР вышло в 1931 году. Хотя ОРК работа началась с решения обкома ВКПБ еще в 30-м. Тогда ощущалась острая нехватка квалифицированных учителей, да такая, что средства на создание вуза были выделены сразу по линии Наркомпроса и Наркомзема. Постановление Совнаркома РСФСР об открытии Агропединститута было принято 10 января 1932 года. Для этого Верхнеудинск перевели Бурятмонгольское отделение Иркутского пединститута с 60 студентами и почти таким же числом рабфаковцев во главе с директором Мархозом Хабаевым. Папа был назначен директором педагогического института и по линии Наркомзема или по линии Наркомпроса. Конечно, у него было очень много работы. Для учебного корпуса было выделено самое лучшее в городе здание на углу Ленина и рабочий, сейчас Сухобатора. Дата начала занятий 10 февраля 1932 года была обозначена обкомом партии, который определил и первый преподавательский состав. В него вошли Базар Борадин, Михаил Широковский, Василий Кудрявцев, а также Ремезов, Федоров, Погадаев, Белобородов и другие. Четыре отделения агропединститута – физико-техническая, естественная, литературно-лингвистическая и общественно-экономическая – готовили педагогов для школ крестьянской молодежи, фабрично-заводских семилеток и техникумов. Развивался и учебный процесс, работал дневную рабфак. С 1933 года появилось заочное обучение на трех факультетах – математическом, естественном, а также языка и литературы. В 1936 году Мархоз Хабаев был арестован. Репрессированы были и последующие за ним директора Никита Занданов и Александр Убугунов. В 1937 году пединститут возглавила Татьяна Карпова. Было неожиданным такое решение. Она вышла, спустилась на площадь Советов. Здесь памятник был. Вот села возле памятника и полились слезы. Да какая же я директор, вчерашняя студентка. В 1939 году было завершено строительство первого общежития пединститута на 480 мест. Сейчас в нем располагается юридический факультет. С этого года и весь военный период директором агропединститута был Алексей Дуринов. В годы Великой Отечественной на фронт ушли многие преподаватели и студенты. Их героизм и храбрость будет чтиться каждым новым поколениям студентов. Останется навсегда в памяти потомков и самоотверженный труд педагогов и студентов в тылу. В одном из корпусов в нашем первом общежитии был расположен авакогоспиталь, в котором принимали участие наши студенты. То есть они выступали и ухаживали за ранеными. Вводили занятия по военному делу, оборонные кружки, стрелковые группы, курсы медсестер и водителей. Для разгрома врага собирались деньги, отправлялись посылки фронтовикам. Студенты помогали выполнять военные заказы промышленным предприятиям, колхозам и совхозам. Свою главную миссию институт также выполнял. Он перешел на трехгодичное обучение и за годы войны выпустил 310 педагогов. Кроме того, было защищено пять кандидатских диссертаций. В 1942 году был достроен новый учебный корпус «Паранжурово-5». Но лаборатории, актовые и спортивные залы были сданы в эксплуатацию только в 1947. В марте того года, вознаменование 125-летия первого бурятского ученого Даржи Банзарова, Совет министров Бурят-Монгольской ССР постановил присвоить пединституту его имя. А отличникам в учебе уже тогда начали выплачиваться бонзаровские стипендии. У нас была так называемая бонзаровская стипендия. Я стала его лауреатом и два года получала стипендию имени Даржи Банзарова. Она тогда составляла 65 рублей. В первые послевоенные годы руководителем института была Елена Рампилова. За ней последовали Александр Булгадаев и Петр Матханов. В 1954 году в составе филфака открыто отделение иностранных языков. На следующий год объединены исторический и литературный, и на всех факультетах введен широкий профиль. Срок обучения в связи с чем увеличился до 5 лет. В 1956 закрыт учительский институт. В год 25-летия в ВУЗ был награжден почетной грамотой президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской ССР. В том же 1957 году в честь первого бурятского ученого была установлена скульптура. Кстати, тогда напротив излюбленного всеми памятника Паранжурова-6 уже строился новый четырехэтажный корпус. Его ввели в эксплуатацию в 60-м. Весной того же года решением Совета Министров РСФСР ВУЗ начал именоваться Бурятским государственным педагогическим институтом имени Даржибанзарова. 60-е начались с ректорства Николая Шулунова. В 61-м создан ансамбль «Байкальские волны», ставший народным. В 60-м году был открыт факультет физического воспитания, а в 63-м появился факультет иностранных языков. Сельские учащиеся заселились в те годы в новое общежитие на 632 места по улице Железнодорожной, сейчас Барсуева. Росло число преподавателей, как и их квалификация. Научная наша деятельность осуществлялась не только на курсах повышения квалификации, а и в обмене опытом внутри факультета, внутри ВУЗа. Мы бывали друг у друга на занятиях, мы писали очень много статей. Никифор Ягунов стал первым в ВУЗе доктором наук в 67-м году. Это произошло на стыке управленческих решений Александра Никорова и начало 20-летнего руководства ВУЗом Ивана Батудаева. Во второй половине 60-х кандидатами наук стали 30 преподавателей. Все больше становилось докторов наук. В 70-м году началось сооружение нового, площадью 12 тысяч квадратных метров. Ныне главный корпус БГУ строился в том числе силами студентов. В течение 10 лет издан вместе с общежитием на 888 мест. Кроме того, я хорошо помню, как искали лагерь на озере Щучим. Место для лагеря. Это стало базой для подготовки студентов спортивного факультета. База для биологов, химиков была организована агробиостанция в поселке Орешково, лыжная база там же. В 1982 году за заслуги по подготовке педагогических кадров и в связи с 50-летием БГПИ награжден орденом «Знак почета». Тогда в институте было 7 факультетов и обучалось более 5000 студентов по 12 специальностям. Позже открылись новые факультеты – исторический, филологический и бурятской филологии. На других появлялись отделения и кафедры. Впервые начали выбирать деканов. В 1990 году создана аспирантура, а на следующий год открыт первый диссертационный совет. Весь этот период пединститут возглавлял Геннадий Басаев. А народным избранником от БГПИ в Верховном Совете Республики в то время работал Степан Калмыков. Одним из депутатских наказов ему была вменена реорганизация института в университет. Решение вопроса стоило громадных усилий и энергии. Проведение множества переговоров, завершившихся положительным решением, в том числе и на федеральном уровне, где поддержка, правда, была с оговорками. С учетом того, что у вас проблемы с базой, хоть в степени с кадрами, может быть, начать с филиала Новосибирского университета. Ну, я приехал, посоветовался, пришли к выводу, что, наверное, это оптимальные. И 3 октября, 3 октября 90-го года было принято постановление Президиума Верховного Совета Бурятской АССР об организации Бурятского государственного университета. В 1992 году в Улан-Удэ открылся филиал Новосибирского госуниверситета. В 1993 по новому уставу БГПИ прошли выборы ректора. Им был избран Степан Калмыков, который продолжал продвигать идею о создании классического университета. И его усилия увенчались успехом. В 1994 году институт был преобразован сначала в Бурятский государственный педагогический университет. А уже по указу президента России от 30 сентября 1995 года и последующего за ним постановления федерального правительства на базе двух вузов, включая филиал НГУ, был создан Бурятский государственный университет. В его составе за последующие 10 лет были открыты факультеты экономики и управления – юридические, химические, медицинские, социально-психологические. После объединения Восточного факультета и Национально-гуманитарного института появился Восточный институт. Он примкнул к созданным ранее институтом педагогического образования, математике и информатике и медицинскому. БГУ открыл Боханский и Агинский филиалы. А в конце 2013 года введен в эксплуатацию новый учебный корпус общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Но с новым статусом университет что-то очень важное, к сожалению, в то время потерял. Так, по студенческой инициативе в 2015 году на встрече с главой республики Бурятия, на тот момент я помню, Алексей Самбуевич был исполняющим обязанности главы республики Бурятия, на встрече с коллективом и студенчеством, мы предложили вернуть имя первого бурятского ученого Даржи Банзарова, чье имя долго носил Бурятский государственный педагогический институт. Имя Даржи Банзарова было возвращено в название Бурятского госуниверситета 27 декабря 2018 года. В следующем году, также во время руководства университетом Николая Мушкина, для преподавателей в форме строительного кооператива был построен дом на 75 квартир. Сейчас ректор университета Алдар Дамдинов. Вуз включает в себя 7 факультетов, 6 институтов и колледж БГУ. Образовательный комплекс дополняют 23 школы Бурятии, Устярдынского и Агинского бурятских округов, 9 центров довузовской подготовки, 4 профессиональных лицея и 5 колледжей. Успешно развивается международное сотрудничество. Большими достижениями могут похвалиться ученые университета. Сегодня БГУ располагает самым крупным научным потенциалом в Байкальском регионе. В планах БГУ создание технопарка, формирование межвузовского университетского кампуса, цифровая трансформация учебного заведения. И главное в этом поступательном развитии – новые возможности для студентов. Это возможности стать ученым, врачом. И это хороший старт для нашей взрослой жизни. Поэтому я бы хотела сказать большое спасибо нашей «Эльма-Матер» за поддержку, заботу и трамплин к взрослой жизни. За всю историю своего существования БГУ подготовил более 55 тысяч специалистов высшей квалификации. Сейчас он обучает еще около 10 тысяч студентов. Для всех них, в том числе и выпускников, преподавателей и ветеранов, 90-летний юбилей – это повод вспомнить все то доброе и важное, что каждый из них приобрел в этих стенах. Все то, какую неоценимую роль сыграл БГПИ и впоследствии Бурятский государственный университет, в целом для всей нашей республики. Прежде всего, большая благодарность нашим ветеранам, нашим выпускникам, всем, кто с добрым словом вспоминает родной университет. Ну и, конечно, вместе мы сделаем еще большее, вместе реализуем те планы, которые ставим перед собой. Ну и, конечно, еще раз всех с юбилеем, счастья, здоровья, удачи. И надеюсь, что университет всегда будет рядом с вами, всегда поддержит. По крайней мере, вы должны знать, что университет всегда открыт для вас всех.